По словам экспертов, в нашей стране значительно снижается спрос на основные экспортные эстонские товары. Более детальное изучение вопроса выявляет одну нерадостную тенденцию. Люди, в принципе, стали потреблять меньше, и об этом заявляют сразу несколько торговых сетей. Говорить о том, что именно местные товары разочаровали нашего потребителя, к счастью, не приходится, тем более, что отечественная продукция отвечает самым высоким стандартам качества и вкуса. Что правда, так это то, что в декабре падение промышленного производства в Эстонии было одним из самых больших в еврозоне – 11,5%. И это при том, что у нас пристально следят не только за ситуацией в Эстонии, но и за экономикой Швеции. На то есть веские причины. У нас произошло большое падение сразу в нескольких сферах деятельности, которые связаны именно с экспортом в Швецию. Около 12% всего эстонского экспорта товаров за прошлый год пришелся на Швецию. Из всего этого объема около половины так или иначе связано с сектором строительства – древесина, сборные дома, секции из металла и мебель. И по прогнозам, строительный рынок Швеции может ужаться в половину в сравнении с показателями 2021 года. По осторожным прогнозам, восстановление рынка недвижимости Швеции может начаться не раньше второй половины будущего года. А объемы производства в промышленности Эстонии тем временем продолжают сокращаться. Да так, что же через несколько месяцев это может вызвать волну сокращений, в частности на юге страны, где много предприятий, ориентированных на экспорт в Швецию. Сама Швеция, вероятно, покажет, один из худших показателей в Европе ВВП этой страны может сократиться на 1,2%. Самые свежие данные по Эстонии пришли за декабрь. Больше всего сократилось производство целлюлозно-бумажной продукции на 40%. В мебельной и химической промышленности тоже падение более чем на 20%, а в деревообработке на 10%. Но есть и отрасли, которые не только не сократились, но даже продемонстрировали некоторый рост объемов производства. Этих сегментов крайне мало. Показатели роста были отмечены в областях, занимающихся производством транспортных средств, например, судостроение и производство прицепов. Хоть речь идет и о больших проектах, сама их часть в общем пироге производства в Эстонии небольшая. Падение производства, которое зафиксировано в декабре, это тревожный звоночек для всей экономики Эстонии, ведь промышленная производство составляет до 80% от всего ВВП страны. Однако на хорошем уровне остается пока внутреннее потребление. К тому же главным по значимости торговым партнером Эстонии является все-таки Финляндия, а не Швеция. Александр Сукерман, Петер Юльвайн, Новости Таллина.